Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим с вами о дополнительном образовании, которое, безусловно, существует для наших с вами детей. Сегодня в студии директор дворца детского юношеского творчества городского округа Люберца Алексей Канюшков. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Николай! Сразу к делу, потому что люди творческие, уверен, что есть, что обсудить, есть, что рассказать, есть, чем порадовать. Но прежде всего, дополнительное образование, я так понимаю, это функция, если говорить таким чиновничьим языком, которым могут воспользоваться родители и их дети, а могут и не воспользоваться. Верно? Да, всё верно. Насколько вот до пандемии пользовались этими услугами, насколько родители были заинтересованы в том, чтобы приводить детей, ну, получать какие-то дополнительные ещё элементы образования, и насколько эти дети в этой системе остаётся, потому что одно дело ребёнок хочет, да, другое дело, когда родители заставляют. Вот какие-то не цифры в смысле, а некое ощущение. Да. Ну, вы знаете, конечно, до пандемийный период он был немножко ярче и интереснее, тем самым, что люди всё-таки не боялись отправлять своих детей в какие-то помещения, в какие-то новые здания, потому что всё аккумулировалось, ну, скажем так, на площадках и школы, и дополнительного образования, как дополнительного учреждения. Сейчас, конечно, в период уже пандемии, после вот этого периода, когда мы сейчас в нём ещё глубоко сидим пока, мы понимаем, что родители многие... Сомневаются. Сомневаются, ввести ли в другое здание, в другое помещение. И всё-таки сейчас переходит такую, скажем, границу, чтобы остаться в своём учреждении. Не выходить там из детского сада, не выходить из школы. Кто-то боится, кому-то так удобнее, потому что всё-таки привести ребёнка в другое территориальное место, это гораздо сложнее, чем оставить его в том же здании, где проходят уроки общеобразовательной школы. То есть получается, что если мы вообще возьмём дополнительное образование как некую структуру в стране, речь идёт о том, что если раньше, я помню, в наше время были там дворец пионеров, он мог быть один в городе, потом, может быть, в районе, но это максимальная возможность, то сейчас идёт речь о том, чтобы приблизить вот эти варианты дополнительного образования поближе к каким-то школам, к детским садам, к там, где живут люди. То есть создавать как бы филиальную такую систему, верно? Вы знаете, да. Немножко в реформе сейчас находится дополнительное образование. Сейчас внедрили с 2018 года персонифицированное финансирование. То есть у каждого ребёнка есть некий сертификат, с которым он может пойти. И с этим сертификатом на нём присутствует некая сумма, которая зачисляется муниципалитетом. И он с этим сертификатом может выбрать себе тот или иной кружок, в который можно ему прийти и поступить, где действует система персфинансирования. И, конечно, сейчас оседает дополнительное образование у нас на базах школ и детских садов. Почему? Объясню. Потому что это удобнее. Ну, во-первых, материально-техническая база, конечно, у школ немножко выше. Она интереснее в том плане, что какие-то новые приспособления к тому, чтобы обучать детей в этом... Инструментарии. Инструментарии, да. Да. И поэтому, конечно, оставлять их в учреждении и прочее. Ну и потом, опять же, это время, время, которое тратится на то, чтобы отойти от одного здания к другому, проще это сделать так. Но здесь, вы знаете, есть своя... Под двух свой. Наверное, свой, да, минус такой большой, конечно. Это вопрос профстандарта. То есть профессионального стандарта педагога. Потому что, знаете, когда история возникает в том, что, ну, допустим, педагог там, не знаю, там, по физкультуре ведёт краеведение, допустим, да, это вопрос достаточно серьёзный. Потому что, ну, не может... Всё-таки вот если, допустим, мы говорим про профстандарты, и... Да, сейчас есть система переподготовки педагогов, это, конечно, немножко не то. Мы всё-таки стараемся в своей работе брать профессионалов. То есть люди, которые действительно учатся, если там, например, вокальное искусство, там, 4 года в училище, 5 лет, в институте, если то же самое, это, там, театральное искусство, да, это всё-таки люди, которые находятся в профессии, и они так или иначе связаны с этой профессией. Они просто, я там, продавец, и пришёл работать в театр. То есть, и поэтому здесь очень много упирается в то, что это всё-таки профессионалы своего дела. И мы стараемся подбирать так контингент педагогов, чтобы людям и, естественно, детям было интересно и познавательно это делать. Потому что действительно сейчас, знаете, в эпоху уже такого, наверное, какого-то такого 21 века, когда идёт технологии и так далее, здесь встаёт вопрос, знаете, между тем, чтобы посмотреть, допустим, ну, погоди, лезвённых воинов, допустим, да, всё-таки разница в этом есть. И вот я придерживаюсь тех, наверное, приоритетов, это всё-таки традиции и инновации. Знаете, как бы, есть вот такая система, сингапурская образовательная система, где, одна из лучших, да, где говорится, что нельзя начать новое без того, как ты не лелеешь старое. То есть, вот это самая важная, наверное, мысль такая, что основа, конечно. И здесь нужно понимать, что мы не можем без того, что мы имеем, без того опыта и ценностей, которые у нас сохранились, продвигаться дальше. Поэтому сейчас мы развиваем, конечно, систему наставничества. Понятно. Я думаю, что мы ещё поговорим о самом преподавательском составе, потому что там важны ещё и психологические факторы, вообще, собственно говоря, педагогические. А сейчас поговорим, собственно говоря, о сегодняшнем дне Дворца детского и юношеского творчества. Что это такое? Что это за система, которую вы представляете? Насколько я понимаю, это не одно здание, как мы уже говорим, да? Как это работает? И что у вас там сегодня, на сегодняшний день можно посетить? Потому что сентябрь, октябрь, ноябрь и даже, наверное, ещё декабрь – время, когда люди и дети захотят, может быть, что-то где-то кто-то услышал, кто-то рассказал, и родители захотят, чтобы ребёнок получал ещё какое-то дополнительное образование. Так вот, что вы на сегодняшний день представляете? Ну, знаете, Дворец детского и юношеского творчества – в принципе, это такая система дополнительного образования, которая уже осела даже и на школах, и на детских садах. Мы стараемся, чтобы наши педагоги, вот о чём я говорил ранее, это всё-таки выходили в помещение даже школ и преподавали там именно профориентированные программы. Мы сейчас говорим о том, что у нас на базе Дворца творчества существует и создан уже муниципальный опорный центр дополнительного образования детей городского округа Люберц. Это та система, которая полностью управляет системой доп. образования, проводит мониторинги, опрос родителей, что нужно, опрос детей о том, как было бы интересно и качественно это образование. Потому что сейчас функция дополнительного образования, скажем так, перешла больше в воспитательный процесс. Почему? Потому что школы не всегда успевают этим заниматься, всё-таки у них некая такая история с ЕГЭ, ГИА, подготовки к этим... Цифровая такая. Да, и они больше, понимаете, гонят программу, им нету возможности просто физической возможности... По-человечески. По-человечески относиться, да, к детям. Потому что, конечно, у всех разные проблемы. Знаете, это и дети с трудной жизненной ситуацией, и у кого-то какие-то вопросы в семье, да, и так далее, и тому подобное. Тем более сейчас вверху, скажем, век технологий, это всё есть в интернете, доступно, можно всё найти, почитать и так далее. Здесь есть такие какие-то вопросы. И, конечно, педагог дополнительного образования... У нас группы поменьше. У нас всё-таки группы там от 12 до 15 человек стандарт. И мы из той массы, где сейчас школы уходят, там, по 30, даже где-то 32 человека в классах, да, мы можем всё-таки немножко уделить больше внимания каждому ребёнку. Есть некие даже индивидуальные занятия, да, и всё-таки к каждому подход найти. Потому что в той системе, в которой мы находимся, у нас есть такие программы, которые рассчитаны на 4 часа в неделю. Допустим, где мы всё-таки проводим время по 2 часа 2 раза в неделю. И за это время можно, конечно, узнать ребёнка, раскрыть его. Потому что наша задача, как дополнительного образования, конечно, воспитательный процесс. Воспитательный процесс и, наверное, процесс определения ребёнка, в каком всё-таки направлении он готов движется. Хотя бы даже приблизительно. Потому что я точно знаю, что иногда родители там приводят, значит, на, условно, там, на балет, на рисование и на пение. Потому что им кажется, что их ребёнок вот всё это может, значит, осилить. Или ребёнок хочет, да, всё попробовать. А потом он на чём-то, значит, одном останавливается, и тогда уже идёт развитие. Конвергерция такая. Вот следующий вопрос, который я хотел бы адресовать, это всё-таки что на сегодняшний день работает? Как это... Раньше мы называли это, да, там, кружки, секции, если говорить о спорте. Вот какие у вас сегодня есть направления? Куда сегодня могут прийти дети и куда их могут записать родители? Ну, знаете, сейчас уже такие некие объединения существуют. Допустим, это уже там театральное объединение, допустим, вот образ у нас есть, или хоровая студия «Юность». Это уже, знаете, такие комплексные программы, то есть с комплексным подходом, где в программе есть, знаете, некие модульные системы, несколько программ внутри. Это, допустим, если это хоровая студия, то там обязательно там вокал, сольфеджио, игра на фортепиано и плюс хоровое пение как таковое. И, допустим, если мы говорим про театральную студию, то там сразу вопрос о сценической речи, актёрского мастерства, подготовка того же вокала, да, и так далее. То есть мы понимаем, что это уже такая система больших программ, объёмных, как у нас, допустим, есть мюзикл-театр «Антошка». Это действительно сугубо такой уже, знаете, такой люберецкий уже, наверное, подход, потому что это замечательное совершенно объединение, где… Это театр кукол замечательно, где дети управляют куклами. Это очень важно, потому что не каждый может выйти на сцену и сделать что-то в силу своих стеснений каких-то или вопросов. А вот управлять куклой – это интересно, и многие, кто не может выйти на сцену, могут это сделать, потому что там приглушённый свет, и у тебя на аванс-сцене куклы, которой ты управляешь. И, естественно, диалог, монолог с… А кто захочет выйти, тот пойдёт дальше в театральном направлении. И эта история, она очень интересна. И это также комплексная программа, да, с комплексным подходом. И здесь мы понимаем, что… Вот здесь я говорю про… возвращаясь к вашему вопросу, по объединениям, да, то есть у нас и хореография, это художественная гимнастика, это театр, и у нас много достаточно театра, то есть мы вот славимся городской круг любви с театром, это шахматы даже для развития физической подготовки. То есть мы говорим, что мы… В последнее время о шахматах много говорят. Да, очень много, и всё-таки такой, знаете, это такой вид спорта, который развивает в первую очередь всё, и моторику, и тоже, да, не зря он там называется как бы с точки зрения спортивным, да, видом спорта. То есть у нас пять направлений – социально-гуманитарное, туристическое, туристико-краеведческое, да, художественная направленность, да, естественно, научные – это те науки как раз там, биология и так далее, экология даже, допустим, да, и скультурно-спортивная. То есть как раз в этих пяти направлениях мы и работаем. То есть это могут быть у нас в этом году туризм открывается. Мы обязательно не забываем о новых технологиях. У нас в этом году открывается медиа-студия, где мы хотим познакомить ребят с фотошопом, работая в социальных сетях, в сети Инстаграм. Это может быть даже детское телевидение как таковое. То есть это те новые… Настройка там, знаете, в Инстаграме там таргетинга и так далее, Фейсбук, работа с приложениями. Это сейчас очень актуально. И мы должны понимать, что мы от этого никуда не уйдем. Кончится ли пандемия, не кончится, дистанционное как бы оно останется. Если вы… Это действительно понятно, что если мы понимаем с вами, что мы хотим двигаться дальше в направлении современности, то мы от этого никуда не денемся. Поэтому мы сейчас уже даже интегрируем в программы дистанционные методы подхода. Не просто отдельную делаем. Сейчас сложно. Нашему народу в Пономосковье сразу пойти на дистанционку. Тем более от нее уже все устали. Многие в связи с обучением в общегообразовательных школах. Поэтому мы интегрируем. То есть мы некоторые уроки, допустим, у нас сейчас этим очень занимаются шахматы. Они играют в онлайн-режиме. То есть у них, когда ты уже научился какими-то азам, то есть более продвинутый уровень программы, они на протяжении какого-то времени играют в шахматы уже онлайн. А тренер наблюдает, какие ходы ему делают. То есть действительно это интегрируется, и это делается сейчас совершенно на новом формате уровня. Каждый сидит дома совершенно за своим компьютером и может эти вопросы решать. Ну хорошо. Я так понимаю, что все-таки стоит еще один важный вопрос. Это когда... Вот многие родители как понимают? Ну вот мы поводим там в какой-то, значит, в кружок старым словом, опять же, проще мне так сказать. Вот что-то он там походит в эти шахматы, потом вырастет, потом уже забудет. То есть у многих родителей нет ощущения того, что вот это дополнительное образование может стать вот тем самым направлением, да, этот триггером, как мы вот говорим. Насколько вы внимательно следите за высшей школой или за среднеспециальным образованием? Потому что вы же являетесь, ну, своеобразной такой прослойкой дополнительной, да? Потому что если ребенок к вам приходит, например, в тот же шахматный клуб, да, то, возможно, вдруг, если получится, он может пойти дальше. Или если ребенок приходит, например, петь, танцевать, то он затем пойдет дальше учиться, вот хореографии и пению уже, ну, на высшем таком уровне. Следите вы за этими процессами? Конечно. Вот как раз я сказал о персонифицированной финансировании в 2018 году, которое внедрено уже, в принципе, по всей Московской области, да. Мы говорим о том, что это программы такие практически одночасовые, двухчасовые. Как раз в этих программах ребенок может попробовать все, что он хочет. То есть это, как вы правильно сказали, и вокалы, и хореография, то есть посмотреть себя. Это, скажем так, начальные стартовые программы, которые помогают ребенку определиться с тем или иным направлением, вот этих пяти направлений, куда он может пойти. Это физкультура, там, да, гуманитарий какой-то и так далее. Дальше идет вопрос, это базовых программ. То есть мы, допустим, уже немножко определились. Ребенок, ну, понимаете, в любом случае, даже, наверное, уже в 7-6 лет можно примерно понимать, какой у него аналитический лиск от у него ума, или все-таки больше… Глобальное разделение. Глобальное разделение, да. То есть мы начинаем с того, что мы начинаем разделять глобально. То есть сначала по каким-то направлениям, критериям, да, в какое именно направление ребенок туда или в другое направление стремится. Дальше следующая история, это уже базовые программы. Программы, которые рассчитаны по 4 часа в неделю. Это немножко углубленный курс. Скажем так, это история той же школы, да. Сначала мы что-то начинаем разбирать, начальная школа, потом идет среднее звено и высшее звено уже, когда мы заканчиваем. И вот это вот базовое, я так понимаю, с учетом того, что это может помочь уже при дальнейшем поступлении. Да, и вот смотрите, базовое – это 4-часовые программы, которые, в принципе, рассчитаны на 4 часа в неделю, и ребенок уже углублено начинает. А следующий этап, когда из этой массы большой даже, допустим, вот то, что мы говорим, это школа, может быть, это профессиональное финансирование, как раз они выбирают детей. Потом они приходят к нам на базовые программы. Они понимают, что, да, мне нужен театр, и они приходят сразу уже в студию театральную и обучаются там по объединениям большим программам. А дальше исходит, называется, продвинутого уровня программы, который рассчитан уже на 6 часов. И вот как раз эта и программа является той основой для того, чтобы сделать ступеньку к среднему профессиональному образованию. Понятно. Вот такая история. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после чего поговорим о людях, которые творят это добро под названием «Дополнительное образование детей». Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в студии директор Дворца детского и юношеского творчества городского округа Люберцы Алексей Конюшков. И мы говорим, собственно говоря, о дополнительном образовании. И не просто о дополнительном образовании, о том, какую роль оно играет не только в понимании того, что ребенку хочется чем-то заниматься, и умные родители вместе с умными педагогами направляют его в том правильном направлении, которое должно быть. Но и, как мы выяснили, это возможность дополнительного воспитания. Это всегда была проблема, потому что воспитание в школе, ну, его всегда критиковали, скажем так, во все времена. Плюс родители тоже многого не успевают. Сейчас, когда все-таки мы рано или поздно из пандемийного этого состояния выйдем, родители, возможно, начнут очень активно работать, и надо что-то делать с ребенком. И тут-то как раз и есть Дворец детского и юношеского творчества. И возникает вопрос у любого родителя, который передает своих детей куда-либо еще, кроме школы. Кто эти люди? Потому что одно дело профессионал своего дела, а другое дело педагогические наклонности, возможности. Понимаете, когда дети сейчас разные, очень трудно порой с ними найти язык, если человек может быть профессионалом, но психологический портрет вашего педагога, как вы его оцениваете? Ну, вы знаете, наверное, в первую очередь, с чего начну это уравновешенность. Вот это, наверное, первое, что я могу сказать, потому что сейчас действительно это очень важно, потому что дети действительно разные сейчас бывают. И здесь немаловажный тот вопрос, когда мы с каждым отношением, с определенным отношением относимся к тем родителям, которые приходят к нам, особенно детям. Мы понимаем, что есть такая, знаете, некая глобальная фраза, индивидуальный подход. Ее любят все говорить, и это такая, знаете, вещь, которая очень сейчас, знаете, как в тренде говорят. Только для тебя. Только для тебя, да, и только к тебе и так далее. Конечно, вот эта история с индивидуальным подходом, она очень правильная, очень правильная. В какой точке зрения? Здесь не идет речь об индивидуальном общении, индивидуальном занятии, немножко не так. Здесь идет именно вопрос о том, что есть некая группа, скажем так, которая действительно может быстрее соображать, быстрее находить выход из данной ситуации. И как раз вот на это и нацелены наши педагоги выявить таких, ну, скажем, уникальные способные. Мы не говорим сейчас про уникальность как талант или как бы так вектор в этом направлении. Нет, мы говорим сейчас про какие-то такие индивидуальные особенности ребенка. И вот здесь наша задача педагогов именно помочь развить это. Потому что сейчас очень много существует, вот даже на нашей базе, Дворца детского и юношеского троси, у нас есть Российское движение школьников. Сейчас оно очень тоже актуально. И мы являемся таким центром руководства этого Российского движения школьников. Мы говорим про молодежные парламенты, которые находятся на общеобразовательных учреждениях. Это все для чего? Для того, чтобы объединить единомышленников, объединить людей, детей, и дать им возможность немножко покреативить, подумать, а что бы они хотели видеть. Вот эта история сейчас, так же, как у нас на базе еще и Центра патриотического воспитания как раз. Это вопрос и юноармии, и вопрос всех этих конкурсов. И патриотика почему-то у всех ассоциируется, это обязательно с военными, с армией и так далее. Нет, патриотизм – это с точки зрения вообще всего, что нас окружает, отношение к людям, к стране, к тем же педагогам. И здесь немаловажная роль играет, конечно, педагогическая вот эта вот уравновешенность и четкая позиция, к чему мы идем. То есть, когда из большой массы детей мы все-таки выбираем те зерна, которые действительно, которым будет интересно идти дальше, вот та и есть составляющая педагога – это оценить, увидеть и продвинуть дальше. Вот это, наверное, самое основное. Я скажу так, что люди, которые с этим не сталкиваются, они думают, что, ну вот человек приходит, он приходит работать, да, он платит деньги, тем более система сертификатов есть, типа вот такая система, и эдакая. Или можно взять сейчас в разных регионах страны, ну по-разному построена эта дополнительная работа. Но эти люди не знают одного, что каждый ребенок – это действительно индивидуальность. И когда ребенок учится в школе, а родители, опять же, очень часто нагружают его, помимо школы, еще какими-то вещами, и тут он приходит на уроки, или как это правильно сказать, дополнительного образования. И часто ребенок вынужден выбирать. Вот говорят, ты обязательно будешь заниматься дополнительным образованием, либо будешь танцевать, либо будешь биологией заниматься. У тебя нет выбора, только либо то, либо то. И вот это немножко мешает ребенку расслабиться. Поэтому я почему спрашиваю про педагогов, потому что дети по-разному попадают, и дети по-разному к этому относятся. И если там из 10 человек 7 очень увлечены и внимательно слушают, а остальные отбывают срок, вот это психологическая сложность. Как вы с этим работаете? Потому что из этих детей некоторые тоже остаются, начинают слушать внимательные с увлечением. Как этот процесс идет? Вопрос, конечно, я еще раз повторю. Здесь вопрос, конечно, еще и работы с родителями, в первую очередь. Мы от этого никуда не денемся. Потому что хочешь, наверное, научить ребенка, в первую очередь надо еще объяснить, показать и научить родителей, которые это могут. Потому что когда приходят люди, говорят, я умею все. Это значит, что он не имеет ничего. Да, да, да. И здесь надо понимать, что, конечно, мы начинаем с того, что мы начинаем помогать. Знаете, есть родители, которые отправляют ребенка сразу там 8-10 кружков, нет, он пускай будет загружен, он ездит на все конкурсы, на все мероприятия, это важно, и у него будет так лучше. Да, и они думают, что ему лучше, и они молодцы, что они так вот заботятся о нем. Да, вот здесь эта история очень интересная. То есть мы его нагрузим, главное, чтобы он не видел, что мы отсутствуем дома, и ему там будет хорошо. А то, что вопрос качества, никто сейчас уже… Вот это самое ужасное сейчас, это наша проблема большая. Люди перестали оценивать качество. Качество предоставляемых услуг, потому что это все на бегу, лишь бы скинуть, ребенок занят, особенно, если это бюджетно, если это бесплатно, то вообще вопросов нет, мы просто его скинули, туда и все. А говорите ребенка мне, потому что он пришел и сразу спит. Да, потому что мама уезжает, он еще спит, а мама приезжает, он уже спит, да, тут вопрос в этом. И, конечно же, наша задача – это все-таки помочь. Вот о чем я говорил, помочь определиться хотя бы с направлением. Но если, допустим, это спортивно, значит, ты понимаешь, что идешь заниматься футболом, теннисом, художественной гимнастикой, или, допустим, туризмом, или спортивным ориентированием. И не надо, в принципе, здесь хорошая история, допустим, театральная студия, это же полный охват, в принципе, всего. Это же и вокальная, и постановка речи. Гуманитарная, да. Гуманитарная направление. Комплекс. Здесь надо посмотреть, действительно, к чему тяготеет. Не нужно вот этого много. Это может быть как раз на ранней стадии этапа. То есть, допустим, пришел ребенок, это не может быть вопрос возраста, а он, допустим, нигде не занимался. Вот он три года, там, до 10 лет, до 11 лет сидел в школе, потом говорит, ой, слушай, а чем же я все-таки должен заниматься? Вот мне нравится мне там математика, хочу я что-то у себя в творчестве попробовать, в спорте, а там в школе только УФП. Ну, я допустим, говорю, да? И он, естественно, начинает выбирать, смотреть. И тут-то как раз приходим мы на помощь. То есть, дополнительное образование, которое осело в школах, они как раз как бы помогают с общим руководством, с общим выбором. Формируют вот это направление. Формируют вот эту вот направленность. А мы уже, в свою очередь, как педагоги, стараемся углубить и направить правильно. Потому что, когда, ну, ребенку неинтересно, он там сидит, скачет, ему хочется спортивных каких-то там самбо, карате и так далее, а его садят за фортепиано, и он должен сидеть, держа спину прямо, да? Вот здесь возникает тот самый вопрос, для чего ему это нужно. Замечательно. Я вообще всегда сторонник того, что ребенок должен во всех направлениях посмотреть себя и выбрать то или иное направление, потому что это воспитание. Вот мы правильно говорим с вами, что дополнительное образование сейчас – это вопрос воспитания. Потому что, как бы то ни было, мы выходим в институт, мы будем выступать на сцене, это ораторское искусство. Да. Мы будем умение держать себя, умение что-то написать, умение, в принципе, декламация, да, и так далее. Это все те качества, которые можно наработать с помощью дополнительного образования. Оно и выполняет функцию помощи родителям, потому что мы и стараемся создавать вот эти всякие объединения, кружки, какие-то группы, парламенты, РДШ, юнармии, патриотические центры для того, чтобы было им интересно по направленностям. То есть вот мы едем, и, допустим, та же экскурсия, да, мы ведем их по тем же городам России, я не знаю, или они идут в Москву смотреть какой-то музей. Это всегда та история, которая поможет им воспитаться в первую очередь, потому что они общаются с теми людьми, они погружаются в этот мир, и вот это главная задача дополнительного образования сейчас. Хорошо, но вот тут возникает вопрос, опять же, не только собственные, мы же все на собственном опыте, да, собственные какие-то воспоминания из детства, но и воспоминания о своих друзьях, знакомых и по-разному, да, которые уже люди взрослые разные. Все-таки очень часто ребенок вплоть до 18-20 лет, он не может, да, ему то хочется, то, как, знаете, коллекционер, то он коллекционирует марки, потом он коллекционирует машинки, потом еще что-то коллекционирует, и в этот момент ему кажется, это дело его жизни, да, причем это уже может быть там 15 лет, да, 14, такой самый сложный возраст. С другой стороны, если мы чувствуем, что он хорошо прыгает, у него все хорошо получается, и родители вместе с педагогами говорят, все, ты будешь заниматься баскетболом или волейболом, а у него, может быть, есть задатки и математика, никто не отменял физика-лирика. Вот нет ли опасности в том, что когда родители с педагогами очень четко за ребенка выстраивают его некоторую жизненную позицию на каком-то этапе, что все-таки мы можем что-то потерять и не дать ребенку раскрыться полнее? Знаете, очень хороший вопрос, он достаточно сложный, потому что он такой, знаете, вопрос без ответа, наверное. Я объясню, почему. Риторический. Да, риторический вопрос, почему. Потому что мы, ребенок, психология ребенка, все равно она настроена на какие-то определенные переживания и моменты в жизни, да, там 12, 13, 14, потом это может быть 18, там, это по жизни, знаете, когда в семье, да, 30 лет. Люди становятся, происходит становление всю жизнь, фактически. Знаете, как говорится, я знаю, что я ничего не знаю, сказал Конфуций, и история к тому, что мы учимся всю жизнь. Да, это так. И здесь, конечно, вот тот фактор, когда, ну, в первую очередь, наверное, на доп. образовании все-таки мы стараемся не оставлять такой момент, как сдача каких-то, не экзаменов, как бы, скажем, а некий такой срез по оценкам, по их успеваемости в конце. Это, может быть, даже не система оценивания, как в школах, но мы все равно собираем какую-то комиссию, пытаемся оценивать. Вот в этом моменте как раз мы пытаемся помочь тому же педагогу, который, может быть, просто не уделил внимания и так далее, с тем или иным выбором даже того же ребенка. И здесь мы можем как-то подсказывать. Подкорректировать. Конечно, мы работаем в связке, в огромной большой связке с директорами учреждений, потому что все-таки у них там и социальные педагоги, и психологи, где мы можем все-таки вопрос решить по конкретному ребенку, а что у него происходит в жизни. Потому что здесь немаловажную роль играет, конечно, семья. И мы об этом должны говорить. И вот здесь как раз мы и говорим о том, что мы никому не отказываем. Мы стараемся направить. Конечно, педагогу удобнее взять пять человек, которые действительно хотят там плясать, петь и с ними заниматься. Нет. Вот именно сейчас доп. образование в связи со всеми реформами, как раз и ПЕС-финансирование, она и выстраивается так, что мы должны задумываться о том, что воспитывать мы должны всех. В первую очередь. Потому что мы даже работаем на базе интернатов. Ну, хорошо. Но вот тут тоже возникает вопрос. Родители сейчас жесткие. В общем-то, они всегда были. И вот они же еще хотят узнать, кто будет в этой группе. И вдруг им может что-то не понравиться. Какие-нибудь дети с особенностями развития или с особенностями поведения. Потому что дочка пришла, плачет и так далее. Вот и тому подобное. Это же, наверное, тоже определенные сложности вносят в вашу работу? Конечно, безусловно. Здесь очень много. Но, во-первых, я могу сразу сказать о том, что, конечно же, педагоги, естественно, на протяжении всей педагогической деятельности, они, естественно, поднимают свое мастерство. Это и курсы повышения квалификации, это даже и работа с определенными детьми. То есть это постоянная работа даже самих педагогов. Это постоянные какие-то... Вот сейчас это очень распространено, это онлайн какие-то встречи. Мы постоянно встречаемся и с субъектами Российской Федерации, из разных совершенно уголков. Обмен опытом. Обмен опытом обязательно. Здесь мы понимаем, что и нам большую поддержку там оказывает тоже управление образованием. И региональный модельный центр Московской области, да? То есть мы понимаем, что мы не остаемся без поддержки вертикали власти, скажем так, да? И здесь, конечно, есть такие... Возникают моменты, когда бывает просто сложно. Потому что, ну, да, понятно, 20 человек адекватных, а 21-й пришел, сказал, а вот почему вот именно так, а не так. И здесь пытаемся... Вот здесь как раз, как раз вот мы, как доп. образование, на котором существует и муниципальный опорный центр, и патриотическое воспитание, мы стараемся вот действительно вот здесь уже найти с родителями индивидуальный подход. Понятно. Мы общаемся напрямую и пытаемся доказать свою точку зрения и совместно найти выход из данной ситуации. Ну и самое последнее, у нас совсем мало времени. Все-таки давайте мы еще раз сообщим всем, кто смотрит нашу беседу, куда можно привести своего ребенка и что они могут... Чему они могут научиться, какие направления, какие профессии, скажем так. Приходите к нам обязательно в Дворец детского и юношеского творчества. И я бы хотел сказать, что у нас 5 направлений всего. Это и физкультурно-спортивное, это и хореографическое, и социально-гуманитарное, и туристко-кроеведческое, и, естественно, научное. Это те направления, как раз в которых можно... Ну, в которые может записаться ребенок. У нас и шахматы, и художественная гимнастика, и хореография, и подготовка к школе, и скорочтение – все это есть. Есть и медиа-студия, совершенно новые технологии, работа с камерами, с фотошопами. Поэтому есть портал, есть наш сайт Дворца детского и юношеского творчества, куда можно обратиться, куда можно записать своего ребенка, с удовольствием ходить, и все вопросы, возникающие по мере поступления в то-то или иное объединение, кружок или секцию, мы пытаемся решить совместно. Алексей Конюшков, директор Дворца детского и юношеского творчества, городского округа Люберцы. Время осеннее, поэтому задумайтесь, потому что потом, ближе к зиме, времени будет меньше и у родителей, и, наверное, у детей, потому что другое уже время будет такое будничное. А сейчас, пока все немножечко еще в расслабленном таком состоянии мы находимся, подумайте, может быть, действительно обратиться во Дворец и найти ребенку интересное направление в дополнительном образовании. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Певненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин